Нам себя уже не изменить, и такими как вы не стать, так попробуйте рядом быть, попытайтесь снать, класса подняться. Помочь особенным детям адаптироваться в мире и помочь миру принять детей с ограниченными возможностями здоровья. Таким глобальным вопросом посвящена вторая конференция «Жизнь без барьеров». Сегодня она собрала больше 200 специалистов Вологодской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Карелии из сфер образования, здравоохранения, науки и социального обслуживания. Мы все поняли, что это нужно делать, но, наверное, еще не все понимаем, а как это нужно делать. Поэтому ваши лучшие находки, педагогические какие-то идеи, делиться ими, приводить все это в систему, ну вот, собственно, наверное, это то, с чего мы сейчас все начнем, а позже превратим это в лучший опыт. В рамках работы конференции специалисты обсудили вопросы взаимодействия всех ведомств, практику организации центров помощи и консультаций, инклюзивное образование, реабилитацию детей и инвалидов с помощью творчества и ряд других вопросов. Сегодня наше общество готово с людьми с ограниченными возможностями быть везде рядом. И мы занимаемся решением проблем местного значения в плане благоустройства создания условий. Вы же наполняете содержательной деятельностью и помогаете и детям, и родителям, и обществу адаптироваться к той ситуации, которая возникает с каждым отдельным ребенком, с каждым отдельным особенным человеком. Неутешительная статистика показывает, что детей с нарушениями здоровья становится больше, но вместе с тем развивается и приспосабливается среда, в которой они живут. В детских садах Череповца открыты 113 компенсирующих групп оздоровительной направленности по 11 профилям. В пяти детских садах есть группы кратковременного пребывания, работают конституционные центры для родителей. Три школы работают по адаптированным программам и еще 59 классов создано в обычных школах. Однако, чтобы полностью решить все проблемы, необходимо время. У нас много проблем в решении финансовых вопросов, потому что на сегодняшний день мы внедряем стандарты для детей с ограниченной возможностью для здоровья для детей. с умственной отсталостью, но, к сожалению, финансово, те нормативы, которые у нас имеются, они сегодня не подкреплены законодательно. Такой формат встреч регионов должен помочь по-новому взглянуть на проблемы адаптации детей-инвалидов и варианты их решения, чтобы такие ребята смогли почувствовать, что такое жизнь без барьеров. Анастасия Хаткова, Сергей Павлов. Новости.